На Восточном экономическом форуме прошла традиционная пленарная сессия. В этом году в ней участвовали всего два человека. Это, конечно, президент России Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-демократической Республики. В своей речи Путин подвёл итоги экономического, социального и культурного развития Дальнего Востока, а также обозначил очередные цели на ближайшую и отдалённую перспективы. Среди прочего, президент предлагал выделить дополнительные ресурсы на развитие нацпарков региона, отвечал на вопросы о курсе рубля и влиянии санкций. Говорил о повышении суммы дальневосточной ипотеки. Так, Владимир Путин предложил расширить спектр потенциальных получателей дальневосточной ипотеки. Верхнюю планку кредита предложено поднять до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести жильё площадью свыше 60 квадратных метров. Взять дальневосточную ипотеку теперь смогут не только молодые семьи, врачи и учителя, но и все работники оборонно-промышленного комплекса Дальнего Востока. Отметим, что губернатор Приморья Олег Кожемяка назвал беспрецедентным решение президента об увеличении размера кредита по льготной ипотеке. «Это и расширение возможностей для молодых семей, которые сейчас уже могут получать более качественное жильё. Во-первых, это расширяется квадратура, до 60 квадратов. Это уход от малосемьев, от малогабаритов, те, которые при высокой стоимости жилья неминуемо бы вынуждены были приобретать молодые семьи. Но это ещё и шаг к демографии. Большая квартира – это перспективы иметь одного или двух детей. Поэтому это шаг к президенту, услышав желания населения молодого Дальнего Востока. Я думаю, что сейчас возрастёт рост ипотечных кредитов. Мы надеемся, что это повлияет как-то в том числе на демографию».